И остался один, без всяких сил. И поэтому я погрузился в пучину тьмы и тщательно продумывал, как воскресить мать. В то же время Хагорома, не ведая обо всем этом, растил Индру и Ашру. Он даже создал Ниншу, весь этот предпропуть-ниндзя. Прошли годы, и Хагорома умер. И перед смертью он разбросал хвостатых чудищ по всему миру. Чтобы воскресить мать, были нужны две вещи. Божественное Древо и Бесконечное Цукионни. Но для этого требовался Ринеган, а также Чакра, доставшаяся Индре и Ашре. Также необходимо было собрать разбросанных по свету хвостатых чудищ. Все это нужно было собрать вместе, чтобы ее воскресить. Вы представить не можете, сколько времени я на это потратил. Для начала, чтобы добыть чакру Хагорома, я воспользовался Индрой, проигравшим борьбу за власть. Он примкнул ко мне. А затем я сделал наследников Индры, клану Чихо, главными персонажами в этой истории. Мне пришлось подредактировать ту чушь, которую написал Хагорома. Ты о чем? Ах да, я говорю о той каменной табличке. Я написал там, что Бесконечное Цукиоми – это единственный способ спасти клан. И должен сказать, вы, Учихи, превосходно сыграли свои роли. Ублюдок. Индра и клан Учихо. Ашра и клан Сенжио. Мне удалось постоянно поддерживать борьбу за власть. Более того, каждый раз я приходил к реинкарнациям Индры и Ашры в каждом из кланов, чтобы попробовать заполучить Риннегатона. И каждый раз неудачно. Вот так и прошла тысяча лет. Но когда на свет появились Мадара Учихо и Хаширама Сенжио, я наконец начал верить, что у Мадары получится это сделать. Это был первый шаг на пути к воскрешению Кадуи. Однако... Учихо Мадара проиграл Хашираме с Эльжио. И мне пришлось начинать все с нуля. Однако судьба была ко мне благосклонна. Место захоронения Мадары – это словно пещера сокровищ для шиноби. Табирама, в то время изучавший тайны Шеренгана, не стал уничтожать его труп. Вместо этого он спрятал его останки в горах Канохи. Но Мадара не был глупцом. Он понял, что если он проиграет в битве, Табирама не избавится от его тела. И тогда он придумал следующее. С помощью мангерков Шеренгана можно использовать техники с задержкой по времени. Например, как сделал Итачи, когда наложил на тебя Аматерасу, Саске. Точно так же Мадара поместил Изанаги в свой правый глаз. Сыной своего глаза Мадара переписал реальность и воскрес, оставив теневой клон вместо своего трупа. После этого он выплюнул кусок плоти Хоширамы и затем пришил его к своей раме. Так Мадара пробудил свой Ренеган и смог призвать к себе статую Гено. Затем он искусственно выращивал плоти Хоширамы, чтобы продлить свое существование. Все эти Широзетсу вказались ему побочным продуктом данного процесса. Но на самом деле все это были люди, помещенные в последнее бесконечное Цуки Йон. Так я смог его обмануть. Две прямые противоположности, действующие сообща, смогут дать этому миру все. Так было высечено на табличке, и так Мадара понял, насколько сильна его связь с Хоширамой. Я начал строить план по сбору хвостатых чудищ. Это должно было выглядеть так, будто я появился по воле Мадары, чтобы манипулировать обидами. Я создал окаски и с их помощью развязал войну. Чтобы сражения шли с еще большей силой, я позволил кому-то найти труп Мадары. Вдобавок я подсказал ему использовать труп как рычаг воздействия и заставил Обито сотрудничать с ним. Все прошло как по маслу. Мне удалось заполучить бесконечное Цуки Йон. И, используя огромное количество человеческой чакры, я воскресил свою мать. Мое сердце полно ненависти. Хагорома. Хамура. Теперь вы Мои.